Зарплаты, пенсии, строительство жилья, здоровье людей. Зарплаты, пенсии, строительство жилья, здоровье людей. Они просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру. Все они стали миллионерами, как минимум. Долларовыми миллионерами. Спрашивайте вопрос, откуда так быстро разбогатели эти люди? Ну, слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой труд, а не то, что ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально. И если мы, имея жилье, или присутствующие здесь, имея жилье, в шоколаде себя чувствуют, как в народе говорят, и забыли о нуждах людей, это плохо. Я это не забыл. В ходе совещания обсуждались варианты помощи при строительстве жилых квадратных метров. А в частности, шла речь о том, что строительством займутся организации, готовые работать с невысокой рентабельностью всего 5%. Это должно положительно сказаться на доступности цен. Говорили и о глобальных итогах прошедшего года, а также о самых актуальных вопросах, которые касаются поставок сырья для белорусских предприятий. Белорусский альпинист, которого со скалы Пастухова спасли российские спасатели, сейчас находится в хирургическом отделении Центральной районной больницы Эльбрусского муниципального района. Как сообщили нашему агентству по телефону сотрудники скорой помощи, он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и грудной клетки и обморожение кистей. Он где-то около 8 часов вечера, говорит, поднимался на подъем, на величину Эльбрус, один поднимался, и тут подсказнулся, где-то упал, потом весь вечер пытался еще сам спуститься, и потом его проходящие люди просто увидели, вызвали спасателей МЧС, и вот спасатели МЧС ночью поднялись и спустили его уже, ну, то, что уже утром было. Напомню, сегодня утром российским спасателям удалось найти и эвакуировать с высоты 4800 метров белоруса Павла Грачева. Альпинист-одиночка 83-го года из Минска при восхождении на гуру упал, получил травму и обратился за помощью. В поисково-спасательной операции принимали участие 6 сотрудников МЧС России. Они спустили альпиниста на поляну Азау и передали медикам. Масштабные учения сегодня проходят в Несвежском замке. Спасатели отрабатывают различные чрезвычайные ситуации. По сценарию на подъезде к памятнику архитектуры случилась авария с авто, перевозившим опасные химические вещества и источники ионизирующего излучения. Затем начался пожар в самом замке. Часть посетителей оказалась отрезанной огнем. Им на помощь пришли огнеборцы на спецтехнике. Людей с верхних этажей спасали с помощью надувного куба. Пожар на площади 150 квадратных метров тушили с учетом эвакуации исторических ценностей. Только за последние два года более 100 объектов на территории Минской области оборудованы средствами автоматической пожарной сигнализации оповещения. Непосредственно все объекты, где находятся люди, непосредственно все объекты, которые связаны с нашей историей, оборудованы средствами автоматики и находятся на постоянном контроле и под дежурством системы молнии. Основа учения невыдуманная. В 2002 году во время реставрации Несвежского замка случился пожар. Тогда спасателям пришлось бороться со стихией в 20-ти градусный мороз. Новая информация у моих коллег уже в 15 часов. Хорошего и успешного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова